Метод хайфу-терапия Метод хайфу-терапия Метод хайфу-терапия Метод ультразвуковой абляции ткани предстоятельной железы применяется с 2003 года, но наибольший процент публикации с 2014 года. Всего в России аппаратов для хайфу-терапии, конечно, больше, но вот именно аппаратов с анаблой 500, о котором пойдет дальше речь, их три. Это в городе Ростов-на-Дону, в городе Краснодар и в городе Владивосток. Особенность данного аппарата в том, что они применяются как в лечении локализованного рака предстоятельной железы, так и в качестве спасительной методики после других видов лечения, во время возникновения рецидивов. Радикальная простатоктомия или лучевая терапия. Также допустимо проведение абляции. На экране представлен аппарат Санаблэйд 500. Он состоит из непосредственно самой установки программного обеспечения экрана, где производится настройка сеанса. Далее в состав аппарата входит сам манипулятор, зонд для проведения ультразвуковой абляции и система для охлаждения жидкости, циркулирующий чиллер. Это необходимо для того, чтобы исключить повреждающее воздействие хайфу-терапии на стенку прямой кишки, то есть циркулирует охлаждающая жидкость. Вокруг зонда в герметично замкнутой системе. Дооперационное обследование пациентов. Хайфу у нас считается оперативным вмешательством. Нам нужен общий ПСА крови, магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастным усилением. Протокол гистологического исследования тканей предстательной железы. Сцинтиграфия костей и скелета. Ультразвуковое исследование в очевидительной системе с определением количества остаточной мочи. Заключение терапевта и узких специалистов и клинический минимум. Этапы проведения процедуры. Первым этапом производится подготовка аппарата. Производится дегазация дистиллированной воды. В системе замкнутой не должно быть пузырьков, так как они отражают эффект ультразвуковой волны. И, соответственно, терапия не проводится. Далее система герметично заполняется водой. Проверяется ее герметичность, опять же, потому что это важно. Подготовка пациента – это анестезиологическое пособие, антибиотика-профилактика, поражение мочевого пузыря, дивульсия ануса и установка ультразвукового зонда. Далее происходит сканирование и планирование лечения. То есть проводится контроль корректности расположения предстательной железы относительно рамок будущей абляции. И ручная настройка точек предполагаемых импульсов в двух проекциях. Далее само лечение проводится. Это последовательная аблация двух или трех слоев с фокусным расстоянием 3-4 см. В зависимости от размера органа, то есть может быть слоя 2 или 3, после трансуритеральной резекции предстательной железы чаще 2 слоя. Аппарат самостоятельно считает время, необходимое для аблации. Необходим контроль корректности работы охлаждающей системы. То есть что нужно от оператора. Следить за безопасностью для пациента в первую очередь. И также проводить ручную перенастройку точек аблации с первого на второй и далее на третий слои. С 2015 года по 2022 год пролечено под данным методом 89 пациентов в медицинском центре ДФУ. Возраст от 57 до 80 лет. Мы говорим в данной работе только о лечении локализованного рака предстательной железы. Поэтому это были стадии Т1АН0М0 и вплоть до стадии Т2СН0М0. В стадии Т1АН2 приблизительно в когорте пациентов 50 на 50. Нам необходим объем предстательной железы менее 50 кубических сантиметров. Ну 50 или менее 50 кубических сантиметров. Так как больше просто не входит в зону аблации. И получается, что часть органа остается незадействованным в процессе лечения. Общеписы о крови менее либо равно 15 нанограмм на миллилитр. И также у этих пациентов они нуждаются в отведении мочи в течение некоторого времени после процедуры. У первых 13 пациентов наших это была трогарная цистостома, установленная под контролем цистоскопии. У 76 пациентов это уретральный катетер. Получается, сроки удаления, там дальше будет идти об этом речь, они обусловлены наличием выраженного отека и деформации предстательной железы. После проведения процедуры и абтурации отечными тканями простатического отдела уретра. Отечными далее некротизирующимися тканями. У всех наших пациентов были противопоказания к радикальной простатоктомии. То есть это были соматически тяжелые пациенты, от которых отказывались анестезиологи. У них были множественные инфаркты, острые нарушения мозгового кровообращения, субкомпенсированный сахарный диабет, ну или множественные оперативные вмешательства на передней брюшной стенке, ну и другие различные соматические патологии. Ну кроме, то есть у нас есть пациенты, которые перенесли гемиаблацию, и либо злокачественное новообразование выявлено в качестве случайной гистологической находки после транссортуральной резекции предстательной железы по поводу ДГПЖ. Вот всего 89 пациентов, получается 63 пациента получили только хайфутерапию, 7 пациентов получили тотальную аблацию органа после андроген-депривационной терапии, 19 пациентов получили хайфутерапию после транссортуральной резекции предстательной железы, тут тоже есть 2 ветви, 11 пациентам это был так называемый инцидентальный рак предстательной железы, случайная находка, или запланированное программное лечение, транссортуральная резекция предстательной железы, далее хайфу 8 пациентов. 5 пациентов у нас получили гемиаблацию, из них один был после гормональной терапии, ну 58 пациентов получили тотальную аблацию. Я уже говорила, да, почему мы предлагаем пациентам этот метод, у нас также развита радикальная простатектомия, но не всем пациентам, к сожалению, возможно выполнить. Ну, помимо того, что это локализованный процесс, совокупность возраста и коморбидной патологии, это также личный выбор пациента, то есть пациент, ознакомившись с показаниями и противопоказаниями, и прочая информация, сам принял выбор в пользу данного решения. Пациенты после тотальной аблации, первичное лечение, у них средний возраст 69,5 лет, ну, как омбридный фото уже говорила, у трех пациентов была метахронная ЗНО, у трех сочеталось с злокачественным образованием паранхимы почки, у одного с раком толстой кишки, у одного с раком мочевого пузыря. В этой группе средний общий пуза крови до лечения 9,35 нанограмм на миллилитр. Средний объем обрабатываемой ткани 37,8 кубических сантиметров. Очаги по МРТ, по классификации PIROTS от 3 до 5 определялись у 73,8% пациента. Средний размер очага 1,8 кубических сантиметров. Гистологически это было у большинства пациентов градация рака предстоятельной железы по глисону до 6 баллов, у двух пациентов было 7 баллов. Поражено от 1 до 7 биоптатов в обеих долях, но был один пациент, у которого было поражено все 12 биоптатов. В этой группе пациентов катетер удаляется на 21 сутки. Это доказано и научными исследованиями, и экспериментальным нашим путем. То есть раньше мочеиспускание восстанавливается у малого количества пациентов. Цитостомический дренаж удалялся через 3-4 недели, и предварительно проводилось перекрытие его для контроля мочеиспускания, восстановления. Пациенты после трансуртральной резекции предстоятельной железы. У всех пациентов на момент первичного обращения выражена инфравизикальная обструкция, то есть баллы по шкале IPSS более 20 или 20, хроническая задержка мочеиспускания более 50% или 50%, либо наличие острых задержек мочи в анамнезе или постоянного уртрального катетера. Здесь пациенты чуть помоложе в среднем возрасте, 66,3 года. Средний общий ПСА крови до трансуртральной резекции 6,9 нг на мл, после 2,5 нг на мл. Объем до тур 87,5 кубических сантиметров, минимально 65, максимум 110 после тур, 26,6 кубических сантиметров. Очаг определялся у 6 из 19 пациентов по PIROTS. Гистологически здесь также глисон до 6 баллов, и также у 2 пациентов был глисон 7 баллов. Уртральный катетер в данной группе удаляется на 7 и 14 сутки. Пациенты, подвергшиеся гемиаблации. Главные критерии отбора – это поражение одной доли, единогласно подтвержденное данными магнитно-резонансной томографии, данными пальцевого ректального исследования и данными гистологического исследования. Средний возраст 69 лет, средний общий ПСА крови 6,44 нг на мл. Объем предстательной железы почти такой же, как и в прочих группах. Градация по глисону 2,2 – 1 пациент, 3,3 – 4 пациента. Количество пораженных биотатов от 1 до 6, в 3 случаях левая доля, в 2 – правая доля. Уртральный катетер удалялся на 4 сутки, у 3 пациентов мочеиспускание сразу не восстановилось, удален на 7 сутки. Пациенты после андроген-депривационной терапии, то есть они первично получили ее в условиях онкодиспансера, и далее наблюдалось биохимическое прогрессирование. Также у всех пациентов одегощенный коморбидный фон. Здесь было 2 пациента с градацией по шкале глисон 3,4 и 1 пациент 4,3. Данные общего ПСА крови до терапии и после вы можете видеть на экране. Средний объем предстательной железы чуть меньше, чем на других группах, 26-55 кубических сантиметров. Сроки удаления уртрального катетера здесь такие же, как в первой группе, мочеиспускание у всех восстановлено сразу. Ну, краткие результаты. Средний срок госпитализации таких пациентов 5,5 и койка дней. Средняя продолжительность сеанса аблации 154 минуты, и она напрямую коррелировала с объемом обрабатываемой ткани предстательной железы, то есть самая маленькая в группе гемиабляции и аблации после тур. В раннем послеоперационном периоде за время пребывания пациента в стационаре зафиксированы два осложнения у двух пациентов. Это острого храпидидимита и острый цистит, успешно оккупировавшийся антибактериальной терапией в кратчайшие сроки. После обработки ультразвуковой объем предстательной железы в среднем составляет 14,92 кубических сантиметра. В 15 случаях нашим пациентам выполнялась внутренняя оптическая уретротомия и трансуретральная коррекция рубцового стеноза простатического отдела уретры. Стеноз развивался в среднем от 3 до 23 месяцев. В такой большой разлёт пациент обращается за медицинской помощью тогда, когда отмечает у себя сам объективное нарушение мочеиспускания. Поэтому как его стало это беспокоить, так и обращаются. У четырёх пациентов данная процедура выполнялась двухкратно. У двух-трёхкратно. У одного пациента через 4 года в ложе предстательной железы образовалась леомиома, вызвавшая инфравизикальную обструкцию и удалённая при помощи лазерной нуклеации. Во всех случаях удалённые ткани предстательной железы во время коррекции стеноза подвергались гистологическому исследованию и опухолевых клеток в материале обнаружено не было. Процесс характеризовался как лечебный патоморфоз. К настоящему моменту возникло 5 биохимических рецидивов и одно прогрессирование с одиночным метастазом в лонную кость. В одном случае пациент через 1 год после гемиаблации получил 2 курса дистанционной лучевой терапии с достижением ремиссии заболевания. Один пациент из группы тотальной хайфу, у него был локальный рецидив, определяющийся и биохимический по МРТ, он получил повторный сеанс. Сейчас ещё сроки наблюдения короткие, но пока у него ремиссия. Один пациент с сопутствующим злокачественным образованием обеих почек, у него с одной стороны была резекция почки, с другой нефректомия, он получил 3 инъекции бусирелина в связи с биохимическим рецидивом через 17 месяцев после хайфу. В течение 4 лет наблюдается ремиссия по обоим его заболеваниям. В одном случае пациент из группы хайфу после трансуртральной резекции предстоятельной железы, прошу прощения, опечатка, здесь пациент из группы после гемиабляции, он получил андроген-депривационную терапию с достижением ремиссии заболевания в течение 4,5 лет. В одном случае рецидив возник у пациента после неадювантной андроген-депривационной терапии после хайфу через 1 год, он продолжает получить гормонотерапию. Прогрессирование развилось у пациента после тотальной хайфу через 6 месяцев. В настоящий момент также проводится гормональная терапия, достигнута стабилизация в течение года. Снижение уровня ПСА здесь представлено по группам через 6 месяцев, через 24 месяца. Наиболее резко выраженное снижение уровня ПСА в группе после трансуртральной резекции предстательной железы на 98,31% через 6 месяцев и 98,72% через 24 месяца. Здесь представлена магнитно-резонансная томография пациента 16 месяцев после тур, 13 месяцев после хайфу. Тут описание вставлено с оригинального МРТ. Вот так выглядит ложе предстательной железы. То есть там минимальное количество остаточных тканей, которые могут выступать в просвет. Здесь представлены осложнения в целом по группам. У трёх пациентов всего развил 40 эпидидимид. Один пациент с группы цистостомы. Здесь отдельно выделено в рамках осложнений, отдельно пациенты выделены с цистостомическим дренажом. И один пациент после тур, один пациент после тотальной хайфу. Острая задержка мочи возникала у 21 пациента, но часть всего это была кратная катетеризация и симптоматическая терапия. И далее к этому не возвращались. Структура уретры развилась. Я уже говорила об этих пациентах. Они все получили лечение оперативное. Это 15 пациентов. Прошу обратить внимание на то, что структура уретры развивается в гораздо большей частоте случаев у пациентов после тотальной хайфу без предшествующей трансуртуральной резекции. Недержание мочи. Одна-две прокладки в сутки. Это смешанная форма. Чаще всего развилась у 7 пациентов. Острецистит был у 8 пациентов и был один ректауретральный свищ. У пациента в группе также тотальной хайфу. Здесь уретрограмма пациента со склерозом шейки мочевого пузыря через 12 месяцев после тура, 10 месяцев после хайфу. Тут был короткий стеноз, не рецидивировал боли пациенту. Проведено было оперативное лечение эндоскопическое. Мочеспускание удовлетворительно. Онкологические результаты у него также удовлетворительны. Здесь стеноз через 7 месяцев после тотальной хайфутерапии. Здесь также уротрограмма представлена через 6 месяцев после тотальной хайфутерапии. Здесь представлен случай лечения уротрогтального свища. Если коротко, то это был пациент с первой стадии заболевания с значением ПСА 10,61 нанограмм на миллилитр. У него был сопутствующий сахарный диабет, субкомпенсированный. И объем предстоятельной железы не очень большой, 33,4 кубических сантиметра. Пациенту была проведена хайфутерапия, но переоперационный период протекал гладко. Через 28 суток от момента процедуры отметил выделение газа по мочеприемнику. Выполнена рактороманоскопия. Снимки вы можете видеть на экране. Визуализировались два свищевых хода, 1,4 мм. Пациент был госпитализирован, начата терапия консервативная, выполнена до обследования, МРТ, уротроцистоскопия, некротические массы, после хайфу возникают ложа предстоятельной железы, некротические массы в большом количестве были эвакуированы. Учитывая размеры свища, было принято решение о консервативном его лечении, то есть продолжить дренирование мчевого пузыря в ратуральном катетере. И контроль ректороманоскопии через 21 день после выжидательной тактики консервативного лечения мы видим рубец прямой кишки. Изображение также представлено на экране. Далее у пациента не могло все никак восстановить самостоятельное мочеиспускание, поэтому в сентябре 2021 года ему была проведена уротроцистоскопия, бужирование стеноза профстатического отдела урета, тур рубцового тканей, ложе предстоятельной железы. Уротральный катетер был удален на 10 сутки, мочеиспускание восстановлено с сохранением стрессового недержания мочи. Сейчас динамика положительная. Здесь представлен общемировой опыт. Я сильно на это внимание заострять не буду, так как это не обзор литературы. Хотелось бы обратить внимание на то, что данная процедура выполняется и оценивается именно фокальная хайфутерапия, гемиаблация, то есть аблация тотальная ткани представить по строгим показаниям. Вот здесь предиктор развития осложнений, это также и данные литературы. Вы тоже можете видеть все это на экране. В целом наши результаты, осложнения и показания к проведению процедуры, они приблизительно схожи с данными литературы. Здесь российский опыт представлен. Акцент как таковой на том, что пациенты после трансуртральной резекции предстательной железы лучше мочатся, он не делается особо. Но, тем не менее, трансуртральная резекция отмечается, выносится отдельно в исследованиях. Здесь также сравниваются осложнения с литературными данными. Ну и выводы. Для определения места хайфутерапии в лечении рака предстательной железы не хватает мультицентровых исследований и долгосрочно общего мирового катамнеза. Онкологические результаты свидетельствуют об эффективности метода в отношении процесса низкого и промежуточного риска в качестве первичного лечения. Ну, наиболее низкий процент осложнений и короткий период восстановления самостоятельного мочеиспускания отмечаются у пациентов после гемиаблации. Однако в этой же группе единственный случай биохимического рецидива. Ну, это старые данные, неисправленный, не единственный случай, но он был, тем не менее. Отбор кандидатов для фокального лечения должен производиться строжайшим образом с чётким сопоставлением МРТ-картины данных биопсии. В идеальном варианте это была бы, конечно, фьюжн-биопсия. Большая часть осложнений связана с воздействием высокочастотного ультразвука на уретру зоны сфинктера. Заслуживает прицельного внимания влияние трансуретральной резекции предстательной железы перед хайфу на онкологические функциональные результаты. Собственный опыт демонстрирует более успешные по всем критериям результаты лечения у пациентов после перенесённой за 2-3 месяца до хайфа трансуретральной резекции. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok